Я сделал всё, как ты хотел. Я постоянно снимаю ролики на YouTube. Мы с тобой набрали уже больше 4000 подписчиков. И я даже не навязчиво прошу подписываться новых. Ты обещал мне лучшую гитару в истории человечества. Пора сдержать своё обещание. Хорошо. Фабио, ты серьёзно? Добро пожаловать в ад. Добро пожаловать в ад. Фабио СТ-100. История Фабио — это история о том, как непосредственно в самой гитаре нет абсолютно ничего интересного, кроме её цены. Стоимость аналогичного экземпляра сейчас варьируется от 6000, если очень сильно поискать, то там 8500 рублей в разных цветах. Гитар этих довольно много продаётся до сих пор, что мне, если честно, не совсем понятно. И для того, чтобы понимать, что это за гитара, я записал дома ещё один кусочек. Там довольно интересная передача, надо бы погромче сделать. О! Вот так вот, всё хорошо. Не, я, конечно, сталкивался с тем, что гитара ловит радио, ну, чтобы настолько. Играть на ней, конечно, можно. Давайте определимся вообще, что такое инструмент Фабио. Те же самые Хамейджи относятся туда же, Норанды относятся туда же, Аликанты относятся туда же, Фоэкс относятся туда же. С натяжечкой Рокдейл тоже относятся туда же, просто у Рокдейла есть свой официальный сайт, как и у Хамейджа тоже есть свой официальный сайт. Очень условно говоря, не погружаясь в нюансы, весь человек, допустим, вы, и у вас есть какое-то юридическое лицо, вам интересно свои деньги куда-то вложить. Вы заходите на то же самое Алибаба, а не на Алиэкспресс, находите там гитарный завод, вносите определенную сумму денег, указываете в заказе количество экземпляров, указываете в характеристики какие-нибудь базовые, или даже не указываете их, формируете свою фирму-логотипчик, и этот самый китайский завод делает огромное количество однотипных гитар специально для вас. И там уже все варьируется от того, какую стоимость вы вкладываете инструмент. Учитывая, что эта гитара сейчас стоит примерно 8000 рублей, я даже боюсь представить, какая у нее реальная цена, потому что 8000 рублей, это цена розничная, закупочная цена здесь тоже не учитывается, потому что в закупочной цене огромное количество разных дополнительных налогов, и себестоимости этой гитары мне сложно себе представить. В принципе, в среднем в Аполате, конечно, можно рассчитывать, что эта гитара исключительно для начинающих, ну, опять же, смотрим сам бюджетный сегмент, ценовой сегмент, да. И минусов-то серьезных прям, прям серьезных минусов в ней нет. У нее рабочие звукосниматели, у нее хоть какой-то бридж, потенциометры достаточно тугие, пластик, естественно, дешевый, это чувствуется даже на ощупь. Заявлено, что корпус из липы, а гриф из клёна и накладка из палисандра, но сам по себе гриф, не знаю, этот гриф больше похож на биту, если его открутить от гитары, ударить кого-нибудь, удар, скорее всего, будет сравним с нормальной такой бейсбольной битой. Хорошо, да, любой гриф можно открутить и кого-нибудь ударить. Естественно, не надо так делать. Но здесь он особенно толстый, это хорошо чувствуется, плюс гитара довольно тяжелая. Она нелегкая, нифига. Порожек пластиковый, хлипкий, сама деревяшка то ли очень сухая, то ли еще что-то с ней не так, но даже по ощущению... Я не знаю, я не могу относиться к этой гитаре плохо, потому что я понимаю, кто ее покупает. Вы можете посмотреть отзывы на Яндекс.Маркете и, в принципе, все вообще понять сразу же. Я не могу как не рекомендовать эту гитару, так и рекомендовать ее не могу, потому что у всех совершенно разное финансовое положение. Но примерно за 12 тысяч, опять же, за 10 тысяч, можно купить те же Рокдейлы, те же Арии. Ну, Хамэйджи, Хамэйджи максимально похожи, да? Но у Хамэйджи будет все-таки гриф немножечко потоньше. А здесь, если вы присмотритесь, насколько высоко накладка грифа и как гриф уходит в сторону немножечко, из-за чего у нас высота струн очень высоко. Когда эта гитара попала ко мне в руки, я выровнял на ней гриф, я выставил нормально нековый звукосниматель и даже более-менее смог найти, что в четвертом положении, у нас Илья MGTV рассказывал про это самое четвертое положение между двумя синглами, что в четвертом положении она и звучит нормально и что вытащить из нее хоть что-то можно, хоть она фонит как не в себя. Да, ее можно заэкранировать, заизолировать, можно еще что-то делать, но понимаете, в чем прикол? Когда ты покупаешь себе гитару, ты хоть, ты в первую очередь должен на ней играть, ты должен на ней заниматься, на ней не должно быть геморроя, даже если эта гитара дешевая, она уже должна быть сделана хоть как-то, хоть как-то. Далеко не каждый новичок полезет в инструмент что-то в нем перебирать. Далеко не каждый. И поэтому в этом видео я не скажу, что это плохая гитара. Но я и не скажу, что это хорошая гитара. Посмотрите в сторону Арии, посмотрите в сторону бюджетных дешевых картов, которые можно найти на БУшке. Посмотрите в сторону стагов. Нынешние современные стаги гораздо качественнее, чем вот эта. Да, они все дороже. Естественно, они дороже. В их стоимость вложен не только маркетинг, в их стоимость вложена не только сборка и производство, в них вложен еще контроль качества. И он там есть. Есть ли он здесь? Я к сожалению не знаю Сейчас я обратно заверну эту гитару в чехол И унесу ее хозяину Ну что я могу сказать хозяину этой гитары Он молодец, что в принципе начал заниматься Все остальное придется временем Вот такой вот видос Подождем как-нибудь еще потом